Почему один врач мне ставит, насколько я, по УЗИ всё время, два других ничего не говорили за это по УЗИ, в разные циклы УЗИ было? В этом как раз и ошибка самая большая, что, во-первых, это не УЗИ-диагноз, синдром поликистозных, не УЗИ-диагноз. Проблема была в том, что длительный период времени было две школы, была американская, была европейская, и они между собой грызлись прямо, я не знаю, была такая борьба за синдром вот этих поликистозных яичников. И европейская школа, конечно же, только акцентировала внимание на УЗИ. Если так говорить, то 30% женщин имеют признаки синдрома поликистозных яичников в норме, при нормальных циклах, поэтому мы даже не обращаем на это внимание. И бывают периоды, когда бывают аннувуляции и прочие, то есть бывают периоды, когда у женщин нет доминанта валикул. И, собственно говоря, врачи как ориентировалась? Ну, если нет доминанта фолликулы, только есть все вот эти мелкие фолликулы, вот это и есть поликистоз, что неправильно. Но у кормящих женщин, например, яичники могут быть инертные, они могут выглядеть просто тоже без доминанта фолликула. Это норма. Дальше у беременных женщин яичники инертные, там желтое тело только всего-навсего до 7-8 недели, дальше оно потихоньку исчезает. Они могут тоже выглядеть инертными, чтобы не говорить, что при беременности есть синдром поликистозных яичников. А потом у подростков там вообще своя картина УЗИ яичников. Даже яичники могут быть очень большими, хотя тоже, ну, как бы это не признак синдрома поликистозных яичников. И многое другое. Поэтому УЗИ не является диагностическим критерием для постановки мультифолликулярных яичников. И еще один важный момент. Вот вы часто бегаете там на УЗИ, какой день? Конечно же, если смотреть в самом начале, вот когда месячные закончились, ну, доминантного фолликула можно не увидеть. И что напишут? Нет доминантного фолликула, а наваляторный цикл, все плохо. Другой вариант, когда смотрят перед месячными. Перед месячными смотрят, могут не видеть желтого тела. Желтое тело может исчезнуть за пару дней до месячных, даже за неделю до месячных. Оно не за неделю, а приблизительно за 3-4 дня. Оно может исчезнуть, потому что, когда вы не беременны, сигналы из матки не поступают от плодного яйца. Желтое тело быстро очень регрессирует, поэтому у вас появляются месячные. Так вот, в реальности, если не видишь желтое тело перед месячными, о, у вас был инваляторный цикл, у вас были вот эти кистозные яичники и прочее. То есть, в большинстве случаев это просто малограмотность, малограмотность специалиста, который не разбирается, как правильно оценивать состояние яичников и все вот эти, все, что он видит. И плюс человек, который не понимает, что такое синдром полигистозных яичников, как его ставить. Мне не нравится, когда УЗИ-врачи вмешивается, как бы, в процесс, то есть, начиная там давать советы, рекомендовать какие-то схемы, назначать и то, сделает. УЗИ-врач, например, в Канаде, США, человек, который отвечает только за то, что видит. И он не имеет права, даже у нас нет диагноза, наноси заключения, заключение немножко другое от УЗИ. То есть, это как бы, что предполагает врач, а не УЗИ, а не подтвержденный диагноз. Потому что, например, в УЗИ можно увидеть опухоль какой-то в яичнике, ну, в кисту какую-то, да, это может оказаться раком. А что, по УЗИ это скажут, что это рак? Нет, это не скажут. Поэтому УЗИ-врачи дают только заключение. Вот сегодня, когда я смотрела вот этот, значит, анализы, вот, знаете, шаблонно написано, матка таких размеров, рушевитная, да-да-да-да-да-да, яичники, да-да-да-да-да, там, значит, не увеличены буквально два предложения. И дальше заключение написано. Косвенные УЗИ-признаки перенесённого оуфорита, то есть воспаления яичников. Но я рассменялась, потому что, во-первых, никаких косвенных не бывает. Вообще, это глупое слово. Во-вторых, нет вообще признака воспаления по УЗИ яичников. А во-вторых, а в-третьих, воспаление яичников бывает крайне-крайне редко. Трубы воспаляются чаще. Яичники – это крайне редкое явление, потому что так они устроены, там, вырабатывают специальные белки, которые имеют защитную функцию. Ну и, в принципе, можете, я создам на эту тему видео специально, чтобы рассказать более подробно. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok